Горожане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают более 100% себестоимости. Это заявление главы федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева с лихвой подлило масло в огонь и без того горячей дискуссии о несправедливости тарифообразования в нашей стране. Об этих цифрах спорят, но даже региональные чиновники признают, процессу явно недостает логики и обоснованности. Все это вместе, оно ломает экономику, поэтому говорить о какой-то прозрачности, о достоверном подсчете, достоверных цифрах, ну можно сегодня с большой натяжкой. Допустим, те же самые последние заявления о том, что россияне тратят половину своих средств на еду и на коммуналку, они ведь тоже нуждаются в корректировке. Еще одна масштабная проблема – это огромный и постоянно растущий долг россиян за потребляемые коммунальные ресурсы. По 2018 году один из аналитических центров посчитал, что ежедневно долги россиян увеличиваются на 330 миллионов ежедневно. Понимаете, это бешеные деньги. И причем темпы роста долгов-то растут. Если бы они остановились, было бы понятно. Но тогда нужно смотреть в корень проблемы и понимать, почему идет вот такая разница в росте. Федеральные власти пока не демонстрируют серьезных успехов в исправлении ситуации и регионам приходится брать инициативу в свои руки. Ульяновская область первой в ПФУ добилась частичной заморозки тарифов пока на год.